Скажи, модели вообще дружат? Дружим, да, мы дружим. Сейчас меньше, наверное, потому что сейчас намного моложе категория моделей. Но я общаюсь с моими девочками, которыми начинали. Ну, конечно, потому что надо с кем общаться еще. Кто нас еще поймет. Ну, просто, понимаешь, много показывают фильмы, что модели на самом деле, прости за выражение, сучки такие, и только друг друга подставляют, и никогда в жизни не позволят тебе, если будет какой-то кастинг, потому что это же конкуренция. Модельный бизнес – это жуткая конкуренция. Конечно, есть такое, но не знаю, как с моими девочками, с которыми начинали, мы дружим, потому что делишься всем. Потому что то, что ты проходишь на кастингах, на отборах, на показах, то же самое переживает какая-то другая модель. Естественно, ей тоже хочется с кем-то поделиться. Поэтому, ну, бывают такие вещи, которых уже все ненавидят, но их уже все ненавидят. Нет такого, что там, у нас нет отношения между одним человеком. Ну, не знаю, мне кажется, в любой работе, наверное, есть конкуренция. Но мне кажется, в модельной работе она сложнее, потому что очень сложно, когда тебя не выбирают, не потому что ты не сдал экзамен, не выучил предмет, а потому что ты недостаточно высок, или у тебя, короче, волосы. Как это пережить? Не знаю, я думаю, что на данный момент, даже не зависит от того, сколько ты выглядишь, насколько ты там красивый, то есть я там красивая, она некрасивая, или там у кого-то другие волосы. Красивые все? Разные типажи. Красивые, может быть, если ты видишь какую-то модель на улице, ты даже не подумаешь, что она модель, есть такие типажи сейчас. Сюда весь этот мод, потому что сейчас меняется тенденция, меняются очень-то. И поэтому, не знаю, зависть есть, конечно, как все справляться, нужно быть просто сильным, и опять же, мы будем вместе с тобой рядом, кто тебя будет успокаивать, должен быть хороший агент, который тебя будет готовить к кастингам, готовить к отборам, готовить к тому, что да, тебя не выберут, да, меня тоже не выберут, я не говорю, что я пришла. Ты стояла, то есть ты приходила на кастинг, у вас было порядка ста человек со всего мира, и тебя тоже не выбирали? Конечно, конечно, все было, ты стоишь, и работы очень много, поэтому модельный бизнес, может, большой шанс у всех есть, потому что работы очень много. Типажи бывают разные абсолютно, есть разные сферы модельного бизнеса, есть модели, которые работают только для бьюти, для лица, для макияжа, есть работы, которые только делают, не знаю, класс-сайз, есть сферы, в которых ты работаешь, только как манекенщица, да, есть визиток. То есть очень-очень много разных сфер модели бизнеса, я думаю, поэтому я и говорю, что любой может попробовать, и может быть найдет хоть свою вот ячейку, которую ты только подойдешь именно ты. Но не нужно расстраиваться, потому что тебя один раз, два или три не выбрали, потому что это нормально абсолютно, мы все стоим на красных надборах, даже топ-модели, которые приходят, не знаю, к тому же самому Райклору, сейчас, я вижу, они тоже приходят, их тоже не выбирают. Это абсолютно нормально. К этому нужно быть готовым. Конечно. Всегда есть слово «нет» и всегда есть слово «да». Конечно, конечно. Класс, что же у тебя еще спросить, ты такое прекрасное, давай же подумаем, о чем же мы еще можем поговорить. Давай, я подруга. Так, модельный бизнес, ты-ра-ды-ра-ды-ра-ды-ра-ды-ра-ды-ра. Когда ты планируешь в Россию, вот так вот, со своей маркой одежды на фэшн-вик? О-о-о, это еще слишком дликовато, такой-то прям и вопрос, прям так в лоб. Да, я в лоб, да. С моей маркой одежды пока еще не знаю, если вы в российские машины готов, я так тебе серьезно по бизнес-плану, по маркангу. Нет, пока не знаю, пока я, наверное, буду в Европе, в Милане, я, конечно, готова показать. А скажи, если заказать по интернету в России? Пришлю, да, обещаю. Пришлю, заказывайте. Можно. www.gokutish.com Вот, там на русском языке пока еще не перевела, но я буду переводить, старательно на русский язык все мои данные, компания, все, но дойдет, да, все, красиво. Ну давай пару советов, закончим, потому что отличное интервью, пару советов моделям, пару советов девочкам, которые сейчас смотрят, потому что, в общем-то, я уверена, что это интервью для девочек, которые хотят быть моделями. Девочки, самое главное, как я вам говорю, с моего личного опыта, это нужно хорошо одеваться вот именно, мы все привыкли так, что женщина красивая, когда у нее там, не знаю, юбка, каблуки высоченные, когда там макияжа очень много, и не знаю, там что-то такое невероятное, не надо, нужно быть натурально, потому что у всех у нас есть натуральная красота, то есть не значит, что нужно краситься. То есть в пластической хирургии и модельный бизнес понятия несовместимы? Нет, вместе они совсем никак, не чувствую. Вот, поэтому натуральный макияж, если у вас какой-то там отбор, какая-то какая-то встреча важная, если вам, не знаю, там нечего нанесли, вы не знаете, что вам одеть, лучше одеть просто черные джинсы облегающие. Вот, я вам по фича, как я говорю, похожий по касту, мы увидим. Одежда моделей, начинающий, начинающий, черные джинсы, облегающие, может быть, леггинсы, белая майка, футболка и вперед, натуральный кеш, скучные волосы и улыбку, самое главное. Все, больше ничего не нужно, не нужно, какие-то там колготки, все, какие-то там, ютки, все, это не надо, потому что вы от вас должны видеть в вашу натуральную красоту, потому что потом, когда начнете работать, когда вы станете топ-моделью, вас уже там накрасят, изменят, сделают какие-то невероятные прически, все будет замечательно. Сейчас главное быть натуральным. Что еще? Уверены в себе, конечно, больше разговаривать, общаться, предотносить себя, не стесняться, потому что все что-то прошли, и для этого и делайте кастинги и отбор для того, чтобы смотреть на то, как вы себя преподносите, как вы общаетесь с людьми, можете вообще двигаться, или там лопаться, или что-то еще. Поэтому не бойтесь, вперед, вперед, вперед. Класс, и что ты будешь делать прямо сейчас, скажи, сейчас 9 утра в Нью-Йорке, я правильно понимаю, сколько времени? 9.16. Так. Мы сейчас, я сейчас собираюсь на очень долгий рабочий день мистеру Гальфу Оррен. Передашь ему привет от всех российских девчонок? Конечно, он очень любит Россию, очень любит русских моделей, русских девочек, вообще нашу культуру, поэтому обязательно всегда преподносим ему, красиво, как вот именно элегантность, красоту, как мы все ездим. Класс. Ну и скажи, с вами была Катя Кокорева, вот что такое. С вами была Катя Кокорева, жду вас снова. Надеюсь, скоро увидимся. И удачи вам всем. Муа. Муа. Муа.